Мы с Лизой, по-моему, сидим, красуемся. А я наблюдаю, если честно, как вы красуетесь. Мне очень нравится. Можете продолжать в целом. Все, мы начали. Всем привет. Сегодня все в сборе. Такие все красивые. Будем обсуждать тему тренды и самоидентификация в музыкальном творчестве. У нас все собрались творцы, художники, музыканты. У всех разный опыт, разные точки зрения, восприятие трендов и отношение к тренду у всех разное. И вообще, может, кто-то не принимает это слово «тренд» и мимо трендов идет. Кто-то, наоборот, их создает. Кто-то их мониторит, следует им. Очень интересно услышать разную точку зрения. И у нас здесь мы собрались с тем, чтобы пообщаться вокруг этой темы. То есть мы там не доказываем свою правоту, мы просто делимся своим, так как мы делимся своим творчеством. Ну, я про себя скажу, да. Вот если я делюсь творчеством, то ничего никому не хочу доказывать. Просто делюсь тем, что есть. Конечно, хочется увлечь, иногда развлечь, очаровать. Но в целом делюсь собой. И хочется передать слово нашим участникам немножко, чтобы каждый представился. И в описании, там, в анонсе я давала ссылки на каждого участника и представляла как-то коротко каждого. Но, может быть, хочется что-то сегодня сказать. Вот, например, я в роли преподавателя вокала мониторю тренды, потому что мне надо с учениками быть, ну, как бы на волне. А в роли, например, там, кого? А в роли дирижера, например, не мониторю тренды. То есть считаю, что мне очень классно петь там, ну, какие-то нетрендовые вещи. Вот, поэтому какой музыкальной гранью вы больше повернуты к трендам? И вообще, ну, пару слов о себе и передаю слово. Я первая, да? Всем привет. Во-первых, рада, что сегодня у меня есть возможность познакомиться с новыми людьми, с новыми людьми творчества. И, конечно же, интересно также рассказать о себе и узнать себя, как бы, наверное, с другой стороны немножко. Мое сценическое имя Бали. Меня зовут Лиза Байрак. Я певица, педагог вокала, сунгвайтер и аранжировщик. У меня такой большой спектр музыкальной деятельности. Я и занимаюсь учениками, пишу свои авторские песни в своем проекте. Иногда пишу песни для тех, кто в этом нуждается, так сказать. Порядка трендов для меня это, наверное, такая обширная тема. И сегодня, я думаю, мы поговорим. И я тоже для себя узнаю вот что-то новое. Поэтому, думаю, сегодня будет очень интересно. И передаю слово дальше. Кто у нас там следующий? Ира. Привет. Ира. Ира, может быть, можно без видео пока? Вот уже подвес. Давай без видео будет тебя слышно. А, без видео? Окей. Я Ирина Бенько, но мое сценическое имя Инари. Это мой авторский проект. Я также я викладатель вокала. Я тоже занимаюсь своими учнями. Пишу свою музыку в своем проекте. Также иногда тоже помогаю, как Лиза сказала. Ой, видно, интернет немножко подвисает. Подвисает? Не знаю, что было чути. Что я сказала. Что ты тоже помогаешь. Да, значит, чути было. Окей. Тренды и, вообще, ну, така сучасная тенденция. Это такое вопрос, ну, непростое и двозначное. И тоже я задумалась над этим вопросом не раз. И для себя как-то что-то зрозумела, но, возможно, не до конца. И я тоже понимаю, что не можно так прям на 100% откинути то вопрос и сказать, что я поза трендами. Потому что все равно нужно реагировать, выцветить, что сейчас заходит, и каким-то чином быть близким до людей. Поэтому я надеюсь, что сегодня я тоже почерпну для себя что-то новое. Всякое. Ну что, я возьму на себе смелость. В общем, я, мое сценическое имя, если так можно выразиться, Эрик Дерей. И, в принципе, пускай это прозвучит очень пафосно, но я доказательство того, что музыку можно создавать, даже не зная нотной грамоты. То есть не зная теории звукорежиссуры и все прочее. Для тех людей, которые хотят что-то творить, не обязательно чему-то прямо учиться. Достаточно и обычного желания, чтобы стремиться и развиваться в этом направлении. Ну и, конечно же, у человека должен быть слух. Я не знаю, это прирожденное такое качество или уже в процессе развития. Но в целом, в принципе, это доказательство того, что все люди могут это делать. Просто нужно очень сильно захотеть. Ну, я немножко отошел от темы, но в целом, что касается трендов, мне тоже, в принципе, есть что сказать, потому что эта тема настолько вроде бы и банальна, но и с какой-то стороны и непознаваема, что вот даже нет какой-то четкой позиции, чтобы понимать, как удовлетворить широкие массы. Мы все думаем, что достаточно того, чтобы просто ориентироваться на популярных артистов и делать такой же продукт. Но на самом деле эта тема куда уж более глубже, если мы хотим достичь примерно таких же высот, как они. Ну, в принципе, в целом так. Всем привет! Меня зовут Борис. По традиции назову свое сценическое имя. Меня зовут Винтерсол. Я пишу свои песни, занимаюсь музыкой, иногда как исполнитель на сцене, иногда как музыкант на инструментах музыкальных игр, немножко пафоса хочется добавить, музыкант-мультиинструменталист, вот так вот. Но по поводу трендов хотелось поговорить. Не хочется сильно вдаваться в какие-то подробности своей, именно деятельности. Но вообще вопрос трендов мне очень интересен. Я очень благодарен этому круглому столу. И соглашусь с тем, что очень рад познакомиться с талантливыми творческими людьми. И вот эта тема трендов, каких-то изменений в творчестве, вообще, возможно, как я это понимаю, слово «мода» здесь тоже применимо. И для меня, именно как для создателя музыки, эта тема важная. Мне кажется, здесь мне бы хотелось как-то обозначить, да, или, наверное, проговорить мое отношение именно к трендам, как к тому, как другие творцы, к каким они приходят, идеям, как эти идеи они выражают. И не для того, чтобы как-то, да, иметь там пример, да, или ориентир, а именно с позиции интереса, как, когда я, не знаю, хочу приготовить вкусные пирожки, я однозначно буду вдохновляться тем, кто уже эти пирожки вкусно готовит. Вот. И, ну вот, по поводу трендов вот так хотелось проговорить. Все. Передаю слово. Получается, что... Всем привет, я Бёртси. Можете называть меня Бёртси. Или Влада Берникова. Я артистка, певица, автор песен, битмейкер начинающий, саунд-продюсер. Я пишу музыку. Пишу песни на заказ. Даже не на заказ, у нас прямо организация. Мы делаем рассылки, отправляем песни разным артистам. Поэтому это моя работа. И моя работа — следить за трендами и понимать, что вообще сейчас в стиле. Но так же, как артист, я делаю абсолютно своё что-то, то, что мне нравится. Потому что, вот как уже сказал Женя, говорил, что если ты хочешь там сделать что-то классное, понять, как стать популярным, нужно посмотреть на какого-то артиста. но я думаю, что никому не нужна вторая Дуалипа или Ариана Гранде. Нужно делать что-то абсолютно своё. Уточнить, перебить, уточнить. Я говорю, что все думают, что достаточно того, чтобы повторить за кем-то трендовым, да, и таким образом стать трендовым. Но это типа не так. Я с другим смыслом говорю. Ага, я поняла. Ну вот, в общем, так что очень интересная, актуальная тема. Давайте общаться. Let's go next. Марина, ты сейчас? Нет, Рома, Рома ждём. А, Рома, Рома готов. Привет всем, меня зовут Роман. У меня нет псевдонима, сценического имени, я не могу придумать. Если кто-то хочет, может мне помочь. Я уже лет 10 пытаюсь придумать себе псевдоним какой-то. Вот. Есть три версии меня. Ну, так вот смело скажу. Первая версия, это, наверное, я режиссёр, автор каких-то проектов. Я очень люблю режиссуру, очень люблю театр, очень люблю мюзиклы и кино. И, конечно, я мечтаю снять фильм, но сегодня я могу делать то, что могу, это я делаю мюзикл. И следующий уже в разработке, как раз он будет следовать современным трендам. Вот. Вторая версия меня, это я вот, как и Влада, и Лиза, я тоже пишу песни. Но я не просто автор песен, я композитор. Да, мне очень нравится композиторская деятельность, написание песен. И вот это такая вторая линия, где я очень сильно развиваюсь. И третье, это я это объединил в одно, аранжировщик. Вот я отделил композитора от аранжировщика. Я потом объясню, почему. И этот аранжировщик, который еще и саунд-инженер, и мастер-инженер, и звукорежиссер. У нас, у фрилансеров так заведено в русскоязычном обществе, что ты можешь, все это должен делать сам пока. В будущем, может быть, разделим еще, кто-то будет мастер-инженер, а я уйду там, только, может быть, микс-инженером буду. Но сегодня активно развиваюсь вот в этих вещах. Вот три направления. По поводу трендов, я очень много размышлял на эту тему как раз перед нашим круглым столом. И есть что сказать. Первое, что хочется акцентировать, я думаю, что вот эти все тренды, они прежде всего бросают вызов самоидентификации личности человека, творческой. И вот насколько удается мне быть в мейнстриме, вот тут и возникает конфликт, попал я в тренд или нет, и доволен ли я тем, что я, может быть, вне тренда, жив ли я, остался ли я с собой нырнул в этот тренд, или я растворился и меня не стало, да, я вот просто отрабатываю современные какие-то вещи. Но вот у меня на это есть определенная точка зрения, я когда, я думаю, попозже чуть поделюсь, как я сегодня научился выходить из этого конфликта. О, класс, Ром, спасибо тебе. И я еще тоже представлюсь, меня зовут Марина Пилипенко, и я первую свою такую более-менее песню написала совсем недавно, она еще даже не выложила ее, и я вообще не называюсь ни композитором, ни вообще, ну, то есть я могу аранжировать композицию какую-то, сделать, ну, то есть это как кавер, да, называется там для хора, делаю аранжировки разные там для себя, но первый раз это у меня был такой опыт, кстати, благодаря Боре под его трек, я просто разговаривала с музыкой, напела разговор, музыкальным образом просто пообщалась с музыкой и создалось что-то. Для меня это прорыв личный, поэтому я восхищаюсь всеми вами, кто пишет песни, но я вот тоже этот опыт получила, и это, конечно, космос, хочется сказать. Для меня творчество это создание средств, создание, вот даже вот круглый стол это мое творчество вот сейчас, вот оно такое, оно как бы музыкально покасательно идет с музыкой, ну, то есть с музыкантами, ну, конкретно мы сейчас там тут не звучим, хотя если бы живьем, наверное, нам точно бы зазвучали бы точно. Вот, поэтому, ну, то есть я разрешила себе участвовать в этом обсуждении тоже с позиции того, что один трек у меня даже есть, даже полтора, где-то так. Поэтому я могу с вами говорить. Вот, сейчас хотела, хотела бы, знаете, вот пока все представлялись, зацепилась завлада на, как это, изречение, что это моя работа, следить за трендами, и как будто бы Влада, ну, ну, стартани, как там, чего вообще, что, что тренды, потому что тренды, например, это определенный саунд и определенный подход в подаче материала, то есть тренд это не просто что-то вот одно, да, вот как я понимаю, то есть для меня тренд вот открытость, честность, я не знаю, рестораны сейчас за стеклом кухня, ты можешь посмотреть открыто, что они готовят, то есть твой, я посмотрела на ютюбе твои ролики, что ты открыто показываешь, допустим, вот я сейчас пишу бит, вот я сейчас это делаю, и открыто говоришь там, меня очень, как это, поразило, вдохновило, что ты говоришь, я снимала ролики для, как это, как преподаватель вокала, а теперь снимаю как создатель треков, потому что это мое, то есть вообще вот такая открытость, и вот для меня тренд основной, вот как я воспринимаю, это вот как раз это открытость, это один из трендов, я не знаю, вот как, скажи. Ну, это тренд по жизни, в принципе, как жизненная позиция, да, в моей честности многие люди поражаются, но я не вижу мысла иначе существовать, вот, но это не касается музыки, потому что в музыке там другое понятие трендов, что у нас сейчас в тренде, вот допустим, это просто моя работа, потому что мы создаем музыку, у нас есть несколько аранжировщиков, несколько авторов, у нас целая компания, и мы вот как, можно сказать, что это фабрика песен, мы делаем, каждый делает, я делаю песню, аранжировщик делает музыку, самый главный человек ее продает, это конвейер, это все происходит, поэтому, и мне нужно, чтобы, если моя песня не продалась, она просто лежит, я не получаю за это деньги, и аранжировщик не получает деньги, никто не получает деньги, никто не счастлив, никто не поет эту песню, поэтому мне нужно написать такую песню, которая точно залетит, которая всем понравится, опираясь на существующий опыт на данный момент, что сейчас покупается, что в тренде, я вам расскажу, ну вы же так, наверное, знаете, в тренде, Маргейн Штерн, Карди Би, и вот это вот все, все такое, I'm a bitch, you understand? Ага, там bitch, жопа, и все такое, ну нравится это людям, покупается оно, такие вот биты, которые в стиле там хип-хоп, R&B, такое прямо, а, самое интересное, не помню кто, какой-то классный саунд-продюсер американский, разбирал песни, и, ну там какая-то у них встреча была, и он разбирает так, здесь четыре аккорда, то есть речь была о том, что не нужно много аккордов, чтобы песню классную написать, чтобы она слушалась, и самая классная, самая популярная песня была вообще на одном аккорде, вот, так что да, там 808-я бочка, какой-то бит, дерзкий текст, и вот это вот супертренд сейчас, если говорить именно о такой стороне музыкальной, а с чего мы начали вообще, какой вопрос был? В общем, собственно говоря, ты вот сказал, да, то, что я хотела услышать, да, вот как то, что продается, да, потому что, почему конфликт, да, что такое тренд, нам же хочется свое творчество продать, но не просто в стол, как вот ты говоришь, да, вот написал и в стол, как вот, расскажите, как ваше творчество, вот вы замечаете, продается лучше, когда, когда что, когда вот как, вот Влада поделилась, там, как Лиза, Женя, Рома, скажите. Я могу сказать, во-первых, я заметил такую тенденцию, не знаю, как ребята, но чем проще твоя композиция, тем доступнее это для аудитории, потому что, когда ты начинаешь пичкать, допустим, если мы говорим об аранжировке, да, если ты начинаешь пичкать ее кучей дорожек, кучей каких-то гармоний, там, инструментов, это никаким боком не, как сказать, ну, никаким боком не сыграет в пользу успеха твоего трека, поэтому я так заметил, даже анализируя все те хиты, которые сейчас есть, что чем проще отнесешься к созданию самой аранжировки, тем лучше будет, в принципе, для слушателя, потому что, возможно, современный слушатель не готов, слушать все, ну, прям, зарисовочки каждую секунду, ему хочется вот так включить трек и под какой-то качающий прикольный звучок вот наслаждаться музыкой. Самое главное кач, а не насыщение самой аранжировки, вот и все. Можно один... Простите. Да, Влад, прости, прости, можно на ты, да, Женя, что я тебя перебила? Понимаю, о чем ты говоришь, что там не должно быть очень много разных гармоний, не должен дома меняться каждый, так, ритмический рисунок, все такое, это понятно, но даже, кажется, на первый взгляд, самые простые аранжировки, кажется, да что там, тю, ты когда начинаешь ее разбирать, просто офигеваешь, сколько там разных маленьких моментиков, и на самом деле, вот как раз вкуснота в этом и складывается, что ты там слушаешь ту же самую, допустим, дуалитву, вот, и кажется, что вроде бы ничего такого сложного, ну, кажется, но там просто огромный мир в этом всем, и даже там в самых простых битвах, которые топовые, там, кажется, на одном аккорде, но это невероятное количество знаний, умений и таланта в этом всем, это не то, что вот так написал, пошел. Нет, ну, я же не, я просто прокомментирую быстро, я же не имел в виду, что просто вот так сесть и за 5 минут накидать, я имею в виду, вы можете простую аранжировку, писать и месяц, понимаете, дело не в исходе, а именно в насыщении самой аранжировки, вот и все. Короче, это минимализм, да, минимализм, вот, Марина правильно сказала, минимализм. Только этот минимализм надо так вылезать, да, чтобы он таким был красивым. Рома тут, да. Я думаю, что вот если объедините, ну, мысль, очень хорошо это видно даже вот на саундтреках, которые были раньше популярны и сейчас популярны, вот взять известного композитора Джон Уильямс или Эрика Мориконе, да, у них музыка была построена на мелодиях, очень много красивых запоминающихся мелодий. Взять современные саундтреки к фильму, ну, поскольку я как композитор и много пишу именно саундтрековой музыки, сейчас все это убирается, мелодии как таковые уходят на задний план, и людям главное бит, даже если это саундтрек к фильму, какой-то бит, даже если это не барабаны, не ритмические, не ударные инструменты, все равно должен звучать бит, перкуссия какая-то, скрипки, что угодно, арпеджиаторы, но людям нужен какой-то вот как кач, как ты сказал, Женя, да, и при этом я согласен полностью с Ладой, когда разбираешь какой-то фирменный трек, там, вот когда слушаешь его, первое ощущение, что там 2-3 ноты в мелодии, и просто какой-то бит, и какой-то лидовый бас звучит, и все, больше ничего нету, первое ощущение. Потом, если тебе еще и в руки мультитрек попал, то там 50 дорожек может оказаться, и когда начинаешь делать этот трек, ну, подобную музыку, то ты такой, ой, еще вот тут надо добавить, еще вот тут, то есть люди стали, людям нравится бит и атмосфера, что создает атмосферу этого трека, какое настроение он несет, а вот эта атмосфера, она иногда складывается из десятков каких-то эффектов, FX просто, которые сами по себе мелодию никакую не делают, но они создают нужную атмосферу для людей, то есть это сегодня тренды, мелодия ушла на задний план, остается просто бит и какие-то пару нот, которые запомнятся всем, и причем, чтобы все могли напеть сходу, напеть, после песни идет и напевает, ну, мелодии какая-то из двух нот, чтобы ее можно было напевать, или это мотивчик какой-то. Поэтому главное... А можно? Можно? Я висловлюсь. Я, ну, згадала себе для себя, что важливым есть такое понятие, как грув. То есть это чувство грувы в трековом, в битовом. Диджей, я думаю, ну, у нас присутній диджей, тоже есть такие певные законы в тей музыке, что, например, ты там маешь раскачать людей, там, где-то там 128 этих BPM, да, потому что там у нас, ну, есть такие специфические законы, чисто даже физические, там, физиологические, то есть там на рівне сердца, и то все враховывается. И я, например, разумею, что сейчас не можно так сказать, что есть какой-то единый тренд, потому что есть разные стили музыки, например, разные сферы. Музика до фильмов, она несе иначе звучание, чем звичайная песня. Где куплет приспев, куплет приспев, хук, бридж, там есть певная структура. А когда, например, писать музыку до фильмов, там иначе, но все равно там иначе. Ви, как композитор Рома, наприклад, вы понимаете, что там иначе структура взагалі. И сприйняття, відповідно, теж будет меняться, тобто взагалі, почуття форми. И, особенно для меня, например, важливо, в каком стиле, в каком напрямке я хочу працювати, чтобы теж не распиляться. Потому что я, наприклад, розумею, что мне доси не вдаётся писать какие-то таки пісні, которые заходят. Ну, тобто, у меня такая классическая школа, тобто, я вихидац из консерватории, у меня мисление иначе. Мне, наприклад, написать просто, ну, складно. Я там сразу починаю там какие-то партии на фортепиано наворачивать і все. Але, наприклад, якщо я розумію, що я можу писати музику для фільмів, для якихось саундтреків, то це може зайти. Ну, тобто, кожен може визначитися. Діджей, він пише таку музику і він же слідкує, які закони там. Хтось, хто пише музику для фільмів, він вже вивчає ту сферу, вникає, занурюється і вивчає ті закони. Жанр сонрайтер, ну, сонрайтер, які пишуть там пісні, вони в ту сферу занурються. Я так бачу це. Тому що, ну, це, мені здається, що варто розділити в постелях і вже виходити з того. Можна сказати? Позвольте, да? А, якраз, я повністю з вами згадувався. Дякую, що я якраз ще й аранжировщик, я делаю песни, які сьогодні потрібні, щоб вони були в тренде. Але, навіть в композиторській музіки я думав, що я 10 років изучав, як музику діод Хан Симмер і Дані Елфман, а Хан Симмер вже помінялся. І він вже не пишет, так, як він писав 10 років тому, він вже інший. Тобто, якраз для мене пример цього композитора, навіть в кіно, він змінился. І його музика сьогодні відлічається від музіки, і я такий сидиш, думаєш, 10 років учив, одно, і треба як будь-то знову з нуля, все з нуля. І я там нескільки років назад освобив дабстеп, научився діодь дабстеп, а дабстеп вже якби ушел, все, нет уже дабстепа, понимаєте? І ти якби знову з нуля все учиш. Ну, це такий вызов для тебе, ти постарел вже, чи ти ще можеш головою работать? Ну, це для себе такий вызов. Постійний розвиток. Можно я вмешаюсь? Я просто хотела послушать все, що все думають, мені було дуже интересно, і сказати просто о том, с чем я можу согласиться, а с чем нет. Я помню, що в училище наш педагог дуже часто говорив такую пословицу на англійськом дві аккордів для 1 мільйон людей, 1 мільйон для 2 людей. дві аккордів для 2 мільйон для 2 людей, я, якби, зная всю історію, не все, ладно, окей, не буду глобалізувати, але в принципі я дуже хорошо знамома с исторією джазової музики і вообще я можу сказати, наверное, що це вообще становлення естрадной музики. Вот це столетие, которое происходило начало 1900-й год, коли джаз зарождався і все таке. Я можу сказати реально с уверенностю, що він так трансформувався до такої степени, що появилась вот эта естрадная музика. І я, к чому я це вела, що я не совсем можу согласиться з тим, що не потрібно знати другу музику, що можна, в принципі, здавати, як би там, як ти це почуваєш. Да, можливо, таке має місце бути, почему нет? Тому що музика, чем она, она дуже разна, і це круто, на самом деле, що кожен її чувствує по-разному. Але якщо то, що ми обсуждалися рані, про хиті Дуа Липи, Арианне Гранде, я лично, коли слушаю ці песні, я слышу, що люди, які писали цю музику, перегляді, що вони знають всю, всю ту музику, яка була, тобто, поняття свінга, наприклад, є, і він чувствується в цих фірменних песнях, цей кач, цей філ, цей фанк, така, цей фірменний, цей фірменний, ну, отчасти, поэтому в плане хуков и трендов, вот что сейчас, я считаю, ну, лично мое мнение, я не говорю, что оно правильно или неправильно, просто мое, что, да, есть, например, Маргерштерн, или как его, не знаю, еще кто-то, но если человек, который негармоничен с этой музыкой, будет ее создавать, музыку Маргерштерна, но у него внутри там будет, я не знаю, полифонии играть какие-то бетховенские, баховские мелодии, то я считаю, что это не станет никогда трендом, это просто должно, тренд создается, когда у человека оно бурлит внутри, но они же почему-то новые вот появляются, да, потому что кто-то реально этим горит, это создает, и это люди это чувствуют просто, ну, это первое. Второе, есть еще нюанс, да, Санграйтер может написать офигенную песню, которая там просто хит супер, вау, там в тренде везде топ-топ, но сейчас еще имеет большую роль продвижение трека, ну, то есть правильная подача его, целевая аудитория, и я считаю, что вот это как раз-таки очень важно, ну, реально найти свою изюминку, то есть понять, что вот сейчас тренды, это не только уже, ну, если касательно артиста, это не только музыка, это уже и образ артиста, какая-то вот идентификация, вот что должно быть такое в человеке, что его отличает от других артистов, потому что сейчас артистов очень много, но кто-то становится популярным, а кто-то почему-то нет, вот я считаю, что и все в погоне за трендами, ну, не думают о том, что, возможно, нужно прислушаться к своему сердцу и понять, что нужно нести именно этому артисту, ну, в принципе, я все сказала. Можно я скажу сразу же? Я согласна с Лизой по поводу того, что должно все идти от сердца, потому что один маленький момент я упустила в своем рассказе о себе, что я обожаю писать все эти песни, которые трендовые, типа там, вот как раз я написала песню, там, одна из последних в Бали, так и называется, в честь Лизы. Ну, не в честь, это просто же модно сейчас тема, у меня половина ленты в Инстаграме на Бали отдыхает, так что я написала эту песню, и мне нравятся просто эти биты. Ой, лампу дернула. Так что, да, один из самых важных моментов, это то, с чего мы начали, трушность, честность, главное, чтобы оно шло от тебя. Если ты пытаешься себя что-то выковырять, то там уже ничего не поможет, никакие тренды, ничего. Можно? Можно? Можно я еще декілька слів. Можливо, коли я говорила, можливо, там мене не до кінця зрозуміли. Тобто я абсолютно за то, чтобы вивчати взагалі все, что есть, иснує. Но очень важно найти в себе свои сильные стороны. Не можно шарпатись. Я говорила про то, что это тоже, например, важно писать от сердца, быть щирым в том, быть открытым. И я, например, особо за это, и я стараюсь это сделать максимально. Для меня это тоже важно. Но я понимаю, например, что я, как сонрайтер, например, в поп-жанре, мне не хватает скеллев каких-то таких, чтобы написать такую песню, которая зайдет. Но можно пойти таким шляхом, что ты можешь пойти до людини, которая это делает классно, которая знает, чувствует эти тренды. В этой сфере она может сделать это классно. Ты можешь потом звернуться... Да, я, конечно, злезу на рахунок просування, маркетингу. Это тоже очень важно. Ты можешь пойти до другой человек, которая скажет тебе, как это просувать. И тогда все складывается. И тоже, например, я понимаю, что есть известные артисти, на которых мы всех знаем, ревняемся. Вот Аріана Грандея, по которой мы сгадали, и другие. Зачастую это не они сами пишут песни. Я знаю такую историю, что многим зеркам, которые на топе, пишут песни, роблять материал, группа людей, скажем так. Дяденьки, которые сидят в Швейцарии, и они просто делают эти хиты. Ну, то есть они в том аси, и они задают тренди. И это уже виконавцы, которые выполняют эти творения. Все, если она пишет, и она как спевателька. Она состоялась как артист. А в начале она писала песни для других. Ну, можно, да? По поводу того, что они не сами пишут себе песни. Ну, во-первых, насколько я знаю, и то, что часто указывается в Apple Music, когда смотришь, кто автор песен, очень часто они как соавторы выступают. То есть я думаю, что для любого артиста, у которого даже есть огромная команда, которая работает над образами, над песнями, над клипами и так далее, и тому подобное, для них очень важно, чтобы от артиста что-то осталось. Потому что, как говорит наш продюсер, очень популярный в Украине, Завадюк, выдуманные истории не работают. Ну, я считаю, что это правда. И я же говорю, что очень чувствуется, что у Рианы Гранди, что у Дуалипы, у Эда Ширана, у всех популярных артистов чувствуется огромная школа, не только вокальная. А они как музыканты состоялись. Да. Поэтому я думаю, что это все... Ну, почему некоторые проекты, которые есть у нас в стране или в СНГ, не срабатывает эта история, потому что кто-то написал эту песню. Если... Мне кажется, что... Ну, лично я, когда для кого-то пишу песню, если кто-то ко мне обращается, мне важно знать, какой человек. Ну, то есть... Потому что это реально очень важно. Особенно, когда я пишу, например, для своих учеников, мне проще. Потому что я вообще знаю изнутри этого человека, я его чувствую. И мне проще это сделать, потому что я буду чувствовать. Я знаю, какой он. Я чувствую, какому бит нужен, какая гармония нужна, какой диапазон там у него голоса и такое, и пятое-десятое. Поэтому мне кажется, что в плане, когда даже для артиста создается песня вот кем-то, тем более в такой вот, когда это глобально берется вопрос, изучается, там изучается история артиста, ну, в 100% его вокальные способности, потому что для кого не секрет, что у каждого вокалиста есть определенный диапазон, в котором звучит каждый артист лучше. И, как бы сказать, его, ну, тоже идентификация. Вот почему вот Дуалипа, например, там она поэт, вот ее, у нее бархатый там низ, у Арианы Гранде, но она более вот у нее, я думаю, что она сопрано, можно сказать, так, что у нее там верха классные, там, вот какая-то нота у них всегда в каждой песне, слышишь там, ага, у нее там вот ми второй октавы, она всегда поет в каждой песне, значит, ну, вот у нее, типа, она круче всего звучит. Поэтому, ну, это как бы такое вот, очень примитивно я сейчас говорю, мне кажется, что все гораздо глобальней, ну, и все истории, которые там у них в текстах просматриваются, это все тоже не случайно. Вот так вот. Слушайте, вот я наблюдаю, вот как все разворачивается, и у меня уже все, мне уже хочется к Владе за битом, к Лизе за песни, к Лизе за руджок. Короче, вообще, это кофе каждому. Ири, я просто послушала Ирон, Ироны песни «Мантра, акустик, альбом», да, как он там называется, да, вот там просто состояние, там музыка-состояние. И Дуалипу я просто обожаю с ее вот этими отсылками к прошлому, к этим всем фразочкам, которые там она вставила в этот альбом 2020 года, да. И я для себя понимаю, что тренд это еще и коллаборация, то есть командой. Вот Влада говорит, да, написал песню «Аранжировщик» и «Тот, кто продает». И вот эта вот команда, команда, команда. Я понимаю, что если я там написала песню, мне надо идти к тем, кто шарит в трендах, а не вот это упахиваться, искать, разбираться. То есть если мне нужно продвинуть это для миллионов, то обращаться к людям, которые по трендам специализируются, и уже там подрихтовать, да, к примеру. Ну просто, а, простите, думала, что… Да, 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 да. Просто чтобы даже не… Наверное, вопрос, мне просто не очень нравится слово «тренд» в том плане, что если оно тебе не подходит, ну это трендово, ну оно вообще никуда. Как говорит… Я люблю Моргенштерна, простите просто. I'm so sorry. Sorry, I'm not sorry. Короче, он очень, на самом деле, интересный человек. И он говорит, что самое прикольное – это вот не придумывать какую-то другую историю, потому что ему говорят, вот ты сегодня один, завтра другой. Он говорит, я не меняюсь, это я, это всё мои грани. Просто самое важное, что нужно сделать – это взять какую-то свою черту одну, допустим, и её увеличить до огромных масштабов, чтобы оно было утрировано. Это как раз тоже про тренды и про поиск себя, и про то, чтобы тебя услышали. Вот. Да. О, Влада, видишь, ты сейчас включилась, и я уже скорректировала свою этот… Сейчас я такая восторженная, думаю, сейчас пойду к тебе рихтовать свою песню по тренду. Теперь думаю, так, а может не надо. И вот тут такой момент, всё время вспоминать, а что, какая цель у меня вообще, у моего творчества, что это. Потому что я, например, очень впечатлительная. В тренд, всё, понятно, Моргенштерн крут, надо делать как он, могу, могу подключиться. А потом стоп, спокойно дышим. И вот этот вот момент, что держать в покус внимания на том, что я вообще. Да, вот эта вот черта, как ты говоришь, да, и усилить её. То есть не наблюдать, ну, наблюдая на всех, за всеми, всё-таки чувствовать себя, чувствовать, так куда ж мне идти. Вот это вот, скажите, как, вот поделитесь, как вы выруливаете, как вы вот на эту самоидентификацию, вот не потеряться в этих трендах, вот Боря ещё не говорил, хочется его как-то зацепить в этот общий диалог. Ну, я слушаю, очень много мне отзывается, очень много какого-то вдохновения, чувства. И, ну, вот пару моментов таких особенно, которые мне отозвались, хотелось бы как-то добавить по поводу того, что команда за артистом, да, это всегда как продолжение артиста. То есть артист не является каким-то пустым сосудом, в который команда вливает какие-то свои смыслы. И вот для меня я выступаю в роли разным, в разных ролях в музыке, да, и как создатели на сцене. И мне вот самому вот эта тонкая грань между тем, что я внутри сердечно хочу выразить в своей музыке, но всё-таки помнить о тех новых волнах в трендах, да, вот в каких-то исполнителях, которые вот сейчас вот в моменте создают какие-то новые веяния, мне кажется, вот это одна из таких непростых задач, потому что, ну, вот как-то вспоминаю свои, своё, скажем так, начало в музыке, у меня всегда это было как, ну, часто в начале было как погружение в крайности. Ах, мне не нужны тренды, я буду делать только своё. Это очень-очень получалась сложно варимая музыка, которая понятна только ограниченному количеству людей. С другой стороны, другая грань, где есть бегодня за трендами, мне очень это звалось сегодня, если я не ошибаюсь, говорила Влада о том, что, ну, если не работает у тебя тренд, ничего из этого хорошего не выйдет, механически это не повторить. Мне это так представляется. И особенно такое вот, как мне видится вот важным, что как раз за каждой простотой чувствуется некоторая историческая школа, да, вот как Лиза сказала, и для меня как раз есть какие-то жанры, да, предпочтительные, я имею в виду, как для создателя музыки, есть жанры, в которых вот у меня, мне вот нравится создавать музыку. И я понимаю, что мне вот эта внутренняя моя сердечность обретает больше инструментов, чем больше жанров я потребляю, да, то есть чем в большем количестве я варюсь разных музыкальных направлений, и трендовых, и каких-то там довоенных записей джазовых, тем больше у меня вот эти возможности инструментов. Как мне видится как раз в этом некоторый, скажем так, ключик, да, вот этот баланс между трендами, с одной стороны, и моим сердечным выражением в творчестве, что я как бы балансируя на этом и помню, откуда все-таки идут тренды, мне очень эта фраза тоже частенько я ее вспоминаю по поводу «все забытое старое», но все равно оно немножечко другое, все равно там немножечко форма другая, немного другой посыл, и в этом, наверное, так как-то хочется немного пафосно тоже, может быть, прозвучать, в этом мне видится и великая роль творчества, да, то есть постоянное обновление, постоянное стремление и такое естественное, скажем так, стремление к тому, чтобы выражать себя по-разному, разные-разные грани одного меня выглядят и звучат по-разному, вот это очень как-то так вдохновляюще. Вот как-то так. Я хочу добавить насчет того, что новая «Хорошо забытое старое» есть книга, я думаю, что вам очень интересно всем будет, она называется «Хитмейкеры», а кто автор, я не помню, но книга с названием «Хитмейкеры» одна, поэтому ее найти будет мне тяжело, и там вот в самом начале описывается то, почему хит становится хитом, и, ну, много всего об этом говорится, и ставятся эксперименты разные с людьми, но суть в чем, что люди, если ему показать там какую-то картину Мане известную и какого-то ноунейм художника, то они скорее выберут Мане, и не потому, что он там гениальный какой-то, тот художник тоже классный, он обалденный, он может быть даже в сто раз гениальнее Мане, но они выберут его, потому что они его видели, потому что они знают, о чем идет речь, то есть люди склонны выбирать то, что им уже знакомо, и отнекиваться от того, что новое, потому что это что это такое, что вы хотите от меня, я лучше вот к тому старенькому, вот почему там многие браки живут десятилетиями, ладно. Ну вот есть, можно включусь, есть в этом, как бы это сказать, есть в этом динамика, сейчас попробую пояснить, на примере Моргенштерна, признаюсь, я не очень фанат, скажем, мягко говоря, но пример хороший, я наблюдая за ним, за его творчеством и за его даже отношением к нему, я помню очень четко, что этот человек был одним из самых захейтеров, то есть его ненавидели все на первых этапах его творчества, и насколько сейчас мы видим, этот человек стал одним из популярных, это я к чему? К тому, что возможно, я сейчас говорю как предположение, в некоторой новизне, в новом подходе, в новом выражении артиста, по сути, в создании тренда, как мы потом можем это увидеть, как на примере Моргенштерна, есть вот это притирание с аудиторией, когда аудитория сначала, фу, это вообще что такое, а потом, хм, интересно, а потом, о, ты лучший, то есть вот эта какая-то динамика, да, какое-то изменение, оно тоже присутствует, и там много где можно увидеть, я не думаю, что открыл кому-то из вас Америку, да, так можно и с джазом пример привести, еще с многими-многими даже жанрами, не то чтобы артистами, и в этом для меня, что еще хотелось бы сказать, в этом для меня, не знаю сейчас, как повернется наша беседа, ну, просто хочется выразиться, у нас все-таки круглый стол, да, достаточно свободный, в этом для меня моя внутренняя работа как творца, я понимаю, что в своих экспериментах, в поиске того звучания, которое я хочу, через которое я хочу выразить свое вот это внутреннее, да, сердечное, всегда вот есть некоторое, как бы, в поиске своего звучания, какое-то, не знаю, или сомнение, или такое, а не сильно ли это странно, а не сильно ли это нарушает какой-то порядок, и понятно, что я как творец все равно выберу нарушение этого определенного порядка, пусть и в какой-то дозировке, и тот же самый принцип как будто есть вот во взаимодействии артиста и своего зрителя, как вот это вот, опять же, мероприятие, потом интерес, а потом уже и фанатство. Вот, хотелось добавить. Я хочу тоже к ребятам присоединиться ко всем тем сказанным словам, и хочу еще добавить, что те люди, которые, ну, это по моему личному мнению, что те люди, которые сейчас пытаются ориентироваться именно на наш рынок, я бы им этого не советовал, именно в плане понимания трендов. Я бы им советовал все-таки смотреть на Запад, потому что именно оттуда все приходит сюда. Если вы хотите как-то быть в ногу со временем, то лучше смотреть туда, поскольку все перечисленные артисты, которые есть у нас, в том числе уже полюбившийся Моргенштерн, да, это все образы, все подачи взяты, конечно же, оттуда. То есть там есть условно популярный рэпер в США Такаши, и половина каких-то, как сказать, черт, подачи, речитатива, все взято оттуда. Ну, то есть Моргенштерн не придумывал что-то свое индивидуальное. Он с каждого рэпера в США взял какие-то интересующие его элементы. А в плане создания чего-то трендового, то есть опережения тренда, я с ребятами согласен, что сейчас самый лучший вариант – это брать что-то самое забытое, старое, которое еще не поднималось с того дна, да, где оно сейчас зарыто, и как-то осовременивать. Вот и все. То есть, но с другой стороны, могу себе же противоречить. Допустим, я думаю, все ребята заметили, что сейчас очень актуален резко стал синт-поп, синт-вейв, синт-поп, который в последний раз звучал там в 80-х. Но у меня есть такая гипотеза, что если бы условно такую тему запустил не Weekend, допустим, а какой-то менее популярный артист, не факт, что именно в это время это было бы трендовое звучание. То есть, все равно тренды формируются, наверное, за счет популярных артистов. Вот и все. То есть, а как стать, будучи ноунеймом, угадать с трендом, это для меня пока вопрос. Но при этом вы можете создать что-то такое индивидуальное, и оно может раскрыться спустя 2-3 года. То есть, никогда нельзя думать, что если ты сейчас что-то создал, и оно не зашло, да, то оно не зайдет условно там, не откопают через 5 лет, не закинут этот, допустим, третчок в какой-то, не знаю, в какую-то видеонарезку, либо в какой-то мем люди услышали, и таким образом это стало резко популярным. Поэтому, ну, нельзя прям четко ориентироваться на тренды. Если ты хочешь выделиться, да, ты должен создать что-то, что-то такое свое, которое будет тебя отличать от всех остальных. А как это сделать, это уже другой вопрос. А можно, ой, Лиза, прошу прощения. Если вы уступите, конечно. Вот насчет, мы просто очень много приводим в пример, почему-то Маргерштерна, наверное, потому что он, типа, и в нашей стране тоже популярен. Но, знаете, мне кажется, я, может быть, конечно, опять-таки не права, может быть, этого не случится, но есть такое направление музыки, вот как фастфуд его называют. Мне кажется, что именно вот это, именно оно и есть. Потому что такие песни, ну, они популярны там, они там в топах, ну, месяц, ну, два. И потом нужно снова, снова, снова новое. И через два года обычно эти артисты просто где-то теряются, их никто не видит, о них все забывают. И так очень часто бывает. Вот, например, как, не хочу тоже приводить такой пример, но вот был, когда восьмой сезон «Голоса страны», вернулась Зианджа, то есть бывший Борис Апрель. Это, как бы, новость хайпанула очень сильно, и он, как бы, был, она была популярная, снова все об этом говорили. То есть это была такая вот реально хайповая новость, но уже даже еще не закончился сезон «Голоса», и все уже, ну, как бы, начали забывать. То есть новость фастфуд, вот как же это инстасамка есть, там вот это вот тоже тренди типа, но это же не значит, что каждому подходит такой стиль. Я к чему веду вообще? Я вспомнила о том, что, ну, о том, что мы говорили, какие там бывают еще тренды, как их задавать, вот каким надо быть и все такое. Есть Билли Айлиш, например, которая, ну, записала там первый альбом дома вообще у себя, со своим братом. Ну да, я думаю, что, конечно же, там было продвижение сто процентов массы. Это просто такая история милая о том, что она с братом записала альбом у себя в комнате, и все такие, даже просто там, дело в том, что мой папа слушает Билли Айлиш просто, понимаете? Ну, то есть у папы вообще мало что нравится, но он говорит, слушай, а ты знаешь, да, Билли Айлиш? Ты знаешь, типа, говорит, такая, what? Типа, такой, да, я типа, слушай, у него такие клипы, говорит, классные, и мы сидели у него на дне рождении, и залипали он со своими друзьями, которые Билли Айлиш слушают, понимаете? Ну, то есть что-то вот действительно есть в этой музыке, может быть, что-то из прошлого действительно, ну, просто какие-то вот, я не знаю, мелодии, вот, может быть, что-то и напоминает, вот. Еще я вспомнила про новый стиль вообще, который у нас появился, относительно новый, это кип-поп, возможно, как бы все знают, вот BTS группа, вот это вот из Южной Кореи, это, в принципе, тоже такой вот классный маркетинговый ход, мне кажется, потому что вообще в Китае, в Корее очень мало вот популярных групп каких-то, и артистов было за вот последние там десятилетия, а вот сейчас, ну, нет, последние двадцатилетия, наверное, а вот сейчас, последние годы, реально, они вот рвут просто, они тоже популярны на весь мир, причем у них есть реально большая аудитория, которая их слушает. Вот, поэтому я считаю, что, ну, вот, просто, если сравнить, да, Билли Айлиш музыка и Маргерштерн, да, как бы, ну, мне кажется, здесь, в принципе, ну, как бы, ну, не, я не хочу никого обидеть, но это, как бы, опять-таки, в моем мнении. Я не обидела человека, если что, а, или ты не про меня, вот. Нет, нет, я, я же говорю, как бы, что, ну, мне кажется, ну, просто сами тексты, музыка, она более высокоинтеллектуальная и все такое вот. И вот сама, кстати, Билли Айлиш, она же реально трушная тоже. Ну, вот, посмотреть все ее интервью, она вообще сидит вот так вот, типа, ну, короче, и не парится вообще. И поэтому я супер согласна, супер-пупер-омега согласна с тобой по поводу, ну, Маргерштерн, он же сам и говорит, я почему, он мне нравится, я же не слушаю его музыку, мне нравится, как он, он как чувак, ну, что он сам говорит, что, ребята, я просто бабки делаю, люди хавают, я делаю, все это, ну, он вообще не делает ставки на то, что это будет долговечно и все. То есть завтра я вообще там, не знаю, завтра я вообще не буду блогером, все меня забудут, до свидания. Ну, то есть так. Ой, обидно очень, понимаете, реально, потому что через месяц его не будет, типа, вообще на сцене, ну, и вообще можно обидно, погодите, простите, я сейчас закрепите вашу мысль, вы меня просто на другой страничке, простите. А что обидно-то? Ну, потому что, знаешь, есть люди, мне кажется, которые пытаются творить какую-то историю, что-то после себя оставить, а это, типа, такое, ну, оно как проходящее. Вот, поэтому обидно. Волчество пройдет, а деньги-то останутся. Чего-то вот. Его цель достигнута, ну, то есть, в этом смысле у меня тоже какой-то... Ему обидно не будет, 100%. Да, да, да. Я просто поэтому поднимаю вечно эту тему с Моргенштерном, потому что у творцов подгорает вечно от него, что все хотят. Он что-то свою историю выдумывает, а он вот так вот реально пукнул просто в бит, и это стало популярным. Я не шучу, то есть он это сделал, правда, если вы не знаете. Я еще что-то сгадала, как, сори, тоже вклинюсь, как, сори, как Дзидзо, ну, все знают, что тоже Дзидзо, ты наш проект, его, и его запитали, ну, чувак, а, он где-то был на каком-то шоу, и он так классно там заспевал, и его ведущий заспевал, вау, ты, виявляється, ты так вмеш классно спевати. Типа, а че ж ты делаешь такую вот странную музыку? Он говорит, потому что за это платят бабки. И тоже я знаю, что, ну, его образ, это до того, что, скажем, дивиться на Захид, что его образ, это такий злизанный из какого-то там проекта вроде Скандинавии, где идентичный, есть просто проекта, он здесь видно там поддивился и просто взял в себе и скопировал все. Воно застрелило, воно зайшло, воно оригинально, и сейчас он пробует уже, тоже в него таки, напевно, скажем так, метанья, он хочет теперь доказать, что он серьезный виконавец, что он там начинает серьезно таки спевать письмени и показывать свой голос. Я же хотела тоже сказать такую думку, что я ее подслухала на одном вебинаре, это такая русская сонрайтер, воно сказала, мы знаем, кто там приходит в музыку, для чего нам эта музыка, ну, типа, для чего мы хотим самовыразиться, чи мы просто хотим бабки заработать, чи мы там, ну, вообще, мы какого-то соби там знаем, для чего она. А каже, а теперь развернуй питание, и она каже, теперь развертаемся и скажем, для чего вы, от, музыцы? Ну, тобто, не музыка для вас, а для чего вы в музыце? Я так задумалась. Ну, типа, для меня важливо, что, если ты маешь что-то сказать, вот, ну, артист – это всегда тот, кто мает что-то сказать и мает чем поделиться. Это может быть история, может быть, там, не знаю, но важность – это, что это не пустишька. Ну, для меня это такой проект творчества. Вот и все. Можно сказать? Дадите мне пару минут. Я хочу сказать одну мысль, которая такая глобальная, мне ее тяжело в голове держать. Ну, вот, любой художник, художник, для него главное в жизни оставить наследие. Для художника. Тренд, любой тренд, его основная задача все равно, вот как ни крути, это быть на волне, чтобы максимально хорошие деньги взять с популярных вещей. Либо создать новый тренд, чтобы максимально хорошие деньги взять. Все равно тренд существует для финансовой выгоды. Художник не зависит от тренда, как таковой. Художник может создать шедевр, который, к сожалению, для художника может стать популярным после его жизни. Например, Моцарт и Бах – это были люди в тренде. Они при жизни были очень популярны и очень востребованы. А тот же Бетховен никогда не был в тренде. Или только после его смерти уже он стал очень популярным. Взять, допустим, художника Ван Гога. Его первые картины, они вообще не были похожи на Ван Гога, ни капли. И только потом к его уже пониманию того, кто он, каким он стал. Я Ван Гог, я хочу рисовать, писать картины именно так. И он уже, мы знаем его таким Ван Гога. И вот я выделяю два этапа в жизни художника. Первый этап – это становление, познание себя, кто я, кто я, моя самоидентификация. А эта вещь, она как пазл. Она складывается из маленьких-маленьких деталей. Я начал это делать. Это мое. О, например, я люблю фолк или этническую музыку. И все, это я, я себя осознал. И дальше я попытаюсь и могу двигаться в тренде. На каком примере я это приведу? На примере вот сидит красивая девочка. Вы сидите в кадре, и вы краситесь. Вы краситесь так, как модно сегодня. Но вы красите свое лицо, а не чужое. Вы не меняете свое лицо, вы красите свое собственное лицо теми цветами, которые сегодня популярны. То же самое я, например, как автор или люблю делать фолк-музыку, люблю делать там симфоническую музыку. Я могу эту симфоническую музыку продвинуть под современные тренды, понять, как сегодня симфоническая музыка работает. Я остаюсь собой, я остаюсь композитором, я остаюсь любителем симфонической музыки, может быть, какого-то там классических направлений. Но я хочу найти тренды для сегодняшнего времени, как это работает. Это вот эта первая стадия называется самоидентификация. А вторая стадия, ну это мне уже, кстати, один режиссер рассказывал, существует три пути дальнейших для любого художника. Три пути. Первый путь называется арт-хаус, второй путь культовость и третий путь мейнстрим и коммерческий. И вот тут уже человек дальше определяет, что он хочет сделать. Если он хочет, он может пойти, я уже знаю себя, я имею вот эту искренность, о которой говорит Лада, Лиза, честность, трушность, я это имею, мне есть самовыражение, я знаю, что я хочу сказать людям, я могу пойти путем коммерческим и делать все максимально для продаваемости проекта своего. Второй путь культовость, самый яркий пример, ну вот допустим, знаете, есть такой Макс Рабби и его оркестр палац, они поют в стиле 30-х годов, они очень популярны, но они никогда не отходят от этого. Или, например, в кино Тарантино, да, вот это его образ и если человек, вот когда он пошел путем культовым, если он нарушает себя, если он нарушает этот путь, то ему публика не прощает это. Они скажут, ты что, зачем нам что-то другое, останься с собой, нам нравится твой образ, нравится твоя самоидентификация. И третий вид артхаус, то есть делаешь, что хочешь, творишь, самовыражайся, как хочешь, у тебя очень маленькая аудитория, но ты вот самый честный, самый вот, вообще не следишь за трендами, можешь нарушать все правила, и у тебя будет все равно свое какое-то наследие, имя, и уж точно ты такой вот, какой ты есть. Ну вот, я, в принципе, вот все объединил, то, что я понимаю для себя на сегодня. Рома, я сейчас чуть-чуть уточнение, я думаю, что ты оговорился, просто тот же ж этот, музыканты в окружении, в смысле того, что Бетховен при жизни был признанным гением, это Баха потом раскопали, там брат его, ой, этот брат-сын. Ну, может, я перепутал трошки. Вот тут такие, да, это ж глыбы, понимаешь. Хотелось включиться, проверяю, никого ли не перебил, вот интересный, да, мне показалось вот это некоторое разделение, да, вот по поводу культовости и мейнстримности, но немного мне хотелось бы так добавить от себя, что мы все-таки знаем примеры, где человек, где группы, да, или артист, он все-таки умудрялся совмещать в себе. Мне сразу всплыла моя любимая Radiohead, где каждый новый альбом разрушал предыдущий образ, такой, несколько культовый, и вот это постоянное движение, как если я, ну, если я правильно у вас, Роман, понял, некоторое движение там, да, к какому-то такому эксперименту, к арт-хаусу, все равно поддерживал и все больше повышал их мейнстримность, то есть такое, как бы, парадоксальное. Ну, вот это пару моментов, и еще хотелось добавить по поводу Евгении, да, Женя говорил, что Weekend запустил тему с синт-попом, да, и у меня, у меня такой сразу вопрос появился, ну, Weekend кем-то же вдохновился, ну, то есть он же где-то это услышал, он же не так, что сидел, смотрел в потолок, такой, о, синт-поп, и начал это делать, да, то есть это я про то, что, да, вот мысль о том, что создание тренда это, да, прерогатива звезд или каких-то вот отдельных, скажем так, единиц музыкантов, но как будто это как волна, она постепенно набирается, набирается из множества-множества сформированных в обществе запроса, и вот сегодня уже говорил кто-то, не помню, к сожалению, по поводу возврата к некоторому, да, такое вот, хочешь быть в тренде, возьми что-нибудь, что забыли, и у меня такой пример всплыл, с западом, да, вот еще мысль такая, что некоторый ориентир или некоторый такой вот взгляд туда может создать мне возможность, да, как артисту или как творцу быть там на передовой, да, в создании тренда участвовать, и мне так внутренне отозвалось это тем, что на западе в чем возможности, в том, что там быть собой достаточно, вот я являюсь собой, и мне этого достаточно, мне слайд-пример с Кенни Уэстом, когда у него выходит альбом, и люди по полгода, по году могут вообще его не принимать, в удивлении, что ты вообще-то сляпал тут, мы потом наблюдаем, проходит 7-8 лет, и оказывается, целый жанр звучит, как этот альбом, который вначале был совершенно не принят, и мне очень вдохновляет в этом смысле не столько ориентир на запад, а сколько держать руку на пульсе, но все-таки ставить на то, чтобы я звучал вот именно как я, вот опять же, мы сегодня много раз об этом говорили, да, вот это некоторая внутренняя сердечность. Спасибо. Я вот смотрю сейчас на время, все заняты, расписание уже спланировано, предлагаю сейчас немножко на сегодня остановиться и завершить, и такое, знаете, вот может быть там по 30-40 секунд каждый скажет вот так вот прям нескромно про себя, в чем у него тренд, и как он самоидентифицируется в музыке смело, вот прям про успех такой, вот я вот заявляю, что у меня вот тут классно, я так ощущаю на данный момент, что я вот прям вот в этом моменте я классно. Можно я скажу первое, потому что пока я не забыла, я немножко не про это хотела сказать, я хочу сказать про то, что тренды, в общем, просто делайте все от души, не потому что кто-то что-то хочет, а потому что этого хотите вы, и все, и тогда все будет окей. И еще хотела добавить про то, что поиск себя вот этот вот необходимый, там я на студии провожу кучу часов и ищу, где мой голос звучит классно, а куда мне лезть не стоит. Это тоже очень важная проработка, найти вот в каком-то определенном жанре, который вам нравится, свои именно фишечки и моменты, там свои моменты в аранжировке, свои какие-то путечки маленькие, которые будут цеплять. Главное, чтобы это для вас было классно, и тогда, короче, в тренде трушность, все, я все. А я вот сейчас, Влада, все-таки буду немножко настойчива и попрошу тебя, скажи, вот ты сейчас в виде совета, в виде напутствия, а ты вот конкретно вот про себя можешь сказать, вот, например, я чувствую, что я там в тренде или вот прям вот именно в этом процессе каком-то, вот моей деятельности, вот это я делаю круто. Я офигенно пишу песни. Я обожаю писать песни и считаю, что мои песни обалденные, и они покупаются, и это классно. Я офигенно, ну, как артист, я тоже развиваюсь и ищу свои моменты, и нашла, наконец-то, свои моменты в моем звучании, которые мне подходят, и поняла, куда мне лезть не надо. Я люблю поорать, как Витни Хьюстон, но, блин, ну я не Витни Хьюстон, у меня не такой голос, что ты лезешь туда? И ищи свое, и все. Класс, спасибо. Ой, мне так нравится, когда вот прям прям про себя. Класс. Следующий. Давайте я скажу, так как я, по сути, тут единственный представитель танцевальной электронной музыки, я скажу, как я делаю. Я комбинирую уже имеющиеся направления, стили, жанры, не знаю, как это в целом обобщить. Просто их пытаюсь комбинировать. Если кто-то знает такие жанры, дип-хаус, фьючер-хаус, я пытаюсь все элементы определенных направлений просто комбинировать таким образом, чтобы они очень гармонично сочетались. Хотя на первый взгляд кажется, что каждый жанр несет свой настрой, но на самом деле так и создаются какие-то новые звучания. Только комбинирование каких-то стилей поможет вам все-таки найти как-то себя. Понятно, что можно говорить от сердца, чтобы должиться, от души, но нужны факты. Женя, про тебя факт. Что конкретно ты нескромно скажи, что у тебя получается классно? Смотрите, я не знаю, день или нет, но вчера мне, мне очень редко такое пишут, вчера как раз перед этой конференцией, пресс-конференцией, мне написал, мне написал, я не знаю, как сказать, поклонник или что моего творчества, и он говорит, я в шоке от этого трека, и он описывает, да, его, насколько ты все-таки сам решил взять вот так и скомбинировать такие-то элементы, и получилось настолько атмосферно, что я сам не ожидал, что вот эти стили можно друг с другом смешивать, чтобы получить в результате гармоничный продукт. То есть он не просто сказал типа, о, такой классный трек, он прям пояснил, почему это так прикольно звучит, что это с одной стороны и по-новому звучит, а с другой стороны и не нарушает, не создает вот эту конфликтность, потому что дип-хаус это более лайтовый, да, такой жанр, а фьючер-хаус такой, более танцевальный, и оно с одной стороны кажется, ну как, что они не соединили, как это, несоединимы, да, соединяемы, несовместимы, несовместимы, да, да, спасибо. Но на самом деле, вот, я хочу, короче, подвести под этим всем черту, самое главное, ну как для меня, да, это эксперименты постоянные, то есть даже если вам кажется, что сейчас там это редко используется, например, реверс акапеллы, то есть переворачивание, там, короче, какие-то музыкальные эксперименты, которые в процессе могут, как сказать, создать ваше уникальное звучание, только эксперименты, по-другому никак. нет каких-то определенных правил, сразу скажу, вот все правила, которые есть в музыке, это все не, не, я считаю, что не стоит их придерживаться, нужно просто эти эксперименты, вот, а в чем был вопрос? В чем ты крут, в чем ты крут, в чем ты чувствуешь самоидентификация, вообще, вот как ты в музыке, что ты для себя нашел, в чем ты, ну, классно? Женя, музыкальный хакер. Можно и так сказать. Я, правда, впервые такое слышу. Ну, в чем я крут, не знаю, в том, что, ну, я, может, слишком много на себя беру, но мне кажется, мое творчество еще, как сказать, возможно, где-то на миллиметр опережает время. Это я так, возможно, оправдываю отсутствие самореализации, конечно, но мне кажется, что люди придут к моему творчеству через там два-три года ближайше. Вот в этом, возможно, я и крут, в том, что я заранее, как сказать, опережаю тренд. Или я ошибаюсь, опять же, мы об этом узнаем уже через два-три года. Через два года встречаемся тут, хорошо. Рома, да, можешь сказать? Мне очень нравятся вызовы, и когда я получал какие-то заказы, очень странные, такие, но интересные, и я понимал, что я не владею вопросом, и я просто брал, беру и продолжаю это делать, изучаю этот вопрос, изучаю стиль, если мне незнакома какая-то, потому что тренды меняются постоянно так быстро, год-два, и все поменялось, и вот в плане звуков, тембров, всего. И мне нравятся эти вызовы, я заметил, что все получается, вот в этом я чувствую свою сильную сторону, я не держусь за старое, если оно не работает, выкидываю смело и делаю то, что нужно. И сегодня, несмотря на то, что я снова и снова как будто ощущаю этот эффект, обновление, снова как будто учусь новым вещам и в плане сведения звука и так далее, новый плагин и все по-новому. Даже школа сведения новая уже в каком-то смысле пошла. И мне это нравится, я вижу в этом вызов в том, чтобы не стареть. И в этом я считаю крутость. То есть я могу сделать любой жанр, любого направления музыкального, и мне, я верю, что это будет классно. А на чем на самом деле я крут, это в саундтрековой композиторской музыке. То есть там уже я как рыба в воде, ныряешь и делаешь что угодно. Этническую, древнюю, современную музыку, космическую, как вы хотите, без проблем, классическую и так далее. Барон, спасибо. Лиза, ну давайте я скажу, пока я тоже не забыла. По поводу того, какая я классная и все такое. Я хочу сказать, что мне кажется, что самое, то, что определяет, насколько человек хорош в своей профессии, это востребованность, мне кажется. Я считаю, что все цели, которые я преследую, ну то есть мой проект музыкальный, это больше творчество. То есть у меня, как бы, я понимаю, что нужно следовать каким-то трендам для того, чтобы вывести это на более популярный какой-то уровень и все такое. но я точно знаю, какую музыку я хочу делать и для меня это на первом месте. То есть это есть цель, нести что-то более важное, что-то свое. У меня никогда не становилось вопроса, как я напишу эту песню, а как она, какой у нее текст будет, а какой там бит будет. У меня это просто само собой разумеется. И я считаю, что это очень круто, что это очень важно и я считаю, что это своим самым большим преимуществом. вообще. Потому что я знаю, кто я и какая я. Вот это для меня несет очень большую ценность. Класс, спасибо. Боря? Ну, пытался сформулировать, как-то сформировать внутри. Ну и в чем я, собственно, крут, да? Я крут в экспериментах. Я обожаю совмещать несовместимое, как сегодня уже было сказано. Обожаю придумывать этому какое-то название, создавать какие-то новые направления, что-то вроде мистик техно или дарк, там, еще что-нибудь. Ну, то есть, вот, люблю эксперименты и еще, ну, чувствую, что крут в том, чтобы написать песню, написать текст и передать настроение в музыке какого-то человека, да, то есть, артиста, я понимаю, что у него есть талант выражать себя, но вот материал, например, да, попасть в его какое-то вот такое звучание, не в техническом плане, вот именно в настроении и атмосфере, я тоже считаю это такой крутостью своей. Ну и самое, наверное, главное, в чем я крут, в том, чтобы быть собой в своей музыке, и вот, наверное, на этом закончу. Хочется поблагодарить каждого здесь выражающегося, было очень вдохновляюще. Спасибо. И раз еще тебя ждем. Каждый раз хочется аплодисменты, короче. Да, реально, я хотела похлопать только что. Ой, сказать что-то про себя, то завжди мне найскладнейше. Не умею я как-то так себе презентовать и рекламировать, но я понимаю, что я как-то для себя визначила, чему я это делаю, чему я в музыке, чему я продолжу это делать много лет, хотя можно было уже давно сдаться, плюнуть и заниматься чем-то другим. Но меня что-то в середине штовхает, не знаю, какое-то там шило в дупе это делать. И я для меня музыка, я занимаюсь музыкой не просто ради музыки, для меня это высказать что-то более глубже. И я понимаю, что я не попаду, не попадаю сейчас в тренди, возможно, не есть такой широкий запрос на такую музыку, которую я делаю. Я знаю, что я мелодист, мне очень легко вдаётся написать красивые мелодии. Я не сильно может текстовик, но мелодии могу очень легко написать сразу. И мне останним часом даётся писать медитативную музыку в стиле эмбиант, синематик. И я чувствую, что это больше моя ниша. Потому что я так понимаю для себя то, что музыкантов важливо заняти свою нишу, в которой он органічный и комфортно себе может почувать и реализовывать. Можливо, комусь хочется попасть в тренди и быть супер-пупер известным и быть на топе, а комусь может этого и не хотеться. Это нормально, мы все разные. И комусь может абсолютно быть нормальным, нормально, писать музыку для кольца людей и чувствовать, что есть feedback, и это комусь заходит. И отримать от этого позитивные эмоции и внутреннее наполнение. Ну, вот так. Можно я скажу последнее? Во-первых, я согласна с Ириной, никто не отменял андеграунд. Это все супер. И хочу спасибо сказать за приглашение и я рада с вами со всеми познакомиться. Вы все пусечки такие. Очень классно было, спасибо. Подождите, я еще тоже хочу сказать, чем я крута. прости, пожалуйста. Не, не, все, это не интересно. Просто это очевидно, нас же собрало всех. Понятно, что круто. Понимаешь, вы про музыку говорите, а что собрало? Это же административная функция. А я хочу, знаете, вот, как Ира говорит, сложно себя презентовать, вот взять, похвалить. На самом деле это вызов. И я благодарна, что вы его приняли и сказали что-то о себе, потому что я думала, скажете, ты чего это вообще? А я хочу сказать, что, знаете, я не побоюсь этого слова, я скажу, что у меня есть ноу-хау, который вокально открытый диалог называется, да, это форма выражения себя через музыку. И я считаю, что это очень крутая тема для людей, которые хотят научиться выражать себя вообще в музыку. То есть вы все артисты, вы можете себя выразить, а очень многие люди не позволяют себе, то есть просто потребляют музыку. А когда они выражают себя в музыку, я вот наблюдая за многими потоками, и могу сказать, что они потом с большим интересом слушают исполнителей вообще. То есть в принципе, когда сами пропевая, понимают, что так это Влада, вон какие ноты берет, это вон Лиза, как классно там филирует звук. Потому что они сами попробовали, прикоснулись к этому, но идти прям заниматься вокалом, уделять внимание столько, сколько мы все уделяем музыке, ну совершенно нет такой цели. но ну то есть у меня сейчас больше на стыке наверное музыкальная социология, вот это меня сейчас очень увлекает, но я начала заикаться. Короче, я очень рада нашей беседе, я на самом деле я рада, что она затянулась, потому что так кайфово с вами, и я очень надеюсь, что мы еще встретимся, мы сейчас два года, да, через два года празднуем. Женя уже в Майами будет. Вместо Моргенштерна будет все время Эрик Дерей звучать, Эрик Дерей. Все, я тогда останавливаю. Спасибо. Спасибо.